Здравствуйте! В эфире предрождественский выпуск информационного обозрения «Седмица». Мы поздравляем вас с наступающим светлым праздником в студии Марины Селенковой. Смотрите сегодня в программе. Были на богатырь и православный подвижник. 1 января, в первый день Нового года, православная церковь ежегодно чтит память святого воина-монаха Ильи Моромца-Печерского. Чтобы праздник был всем в радость, в Одессе в выставочном комплексе морского вокзала состоялось яркое новогоднее торжество для воспитанников детских домов, приютов и интернатов. В подарки своими руками в Киевской галерее «Соборная» состоялся семейный проект «Рождественская сказка». Животные – часть этого мира, который Господь доверил человеку. Умеем ли мы заботиться о них? В интернете появился сайт для виртуальных путешествий на Святую гору Афона. 1 января, в первый день Нового года, православная церковь чтит святого воина-монаха Илью Моромца-Печерского. Он прославился не только подвигами на поле брани, но и своей монашеской подвижнической жизнью. Достоверных сведений о его житии сохранилось до нашего времени немного, но имя этого святого знакомо всем – от мала до велика. Узнавая о нем, еще в школе дети порой и не подозревают, что былинный богатырь Илья Муромец – персонаж невымышленный. Храм, освященный в честь этого святого, есть в Днепре на территории военного госпиталя. О славном богатыре и православном монахе в сюжете далее. Киево-Печерская лавра. Ее видимая красота отображает духовную красоту ее дружеников. В лаврских пещерах покоится четверть всех святых, прославленных в нашей православной церкви за тысячу лет. И среди этого живого многообразия славнейших подвижников Древней Руси вот уже более восьми столетий сияет особым светом образ преподобного Ильи Муромца, великого богатыря Святой Руси. О том, что когда-то на Руси был богатырь Илья Муромец, знают многие, но не всем известно, что в конце своей жизни он стал монахом Киево-Печерской обители. Он начал свой монашеский подвиг уже увенчанный славой народного героя. Монашеский путь преподобного Ильи скрыт от нас, но нетленность его мощей убедительно подтверждает святость богатыря. Эта гробница заметна больше других, однако рост Ильи не кажется огромным. Хорошо видны руки преподобного, длинные пальцы могучей руки сложены в крестном знамени, последнем земном движении богатыря, уходящего в жизнь вечную. Левая рука преподобного хранит след раны, нанесенной копьем. Глубоко символично, что левая рука его свидетельствует о воинском служении, а правая – о духовном подвиге православного монаха. Достоверных сведений о жизни Ильи Муромца сохранилось крайне мало. Известно, что родился он в 1143 году в селе Карачарова под городом Муромом в семье Ивана, сына Тимофеева, и его жены Евросинья. Народное предание называло его знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о котором складывались многочисленные былины. С детства и до 30 лет Илья был парализован, однако не роптал на судьбу, не жаловался, только молился со смирением. Однажды в дом его пришли коллеги-перехожие, странники, и от этих же странников Илья получил исцеление и благословение биться с врагами земли родной. Много лет богатырь состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха. Был он первым богатырем в Киеве, не знавшим поражений. Слово «богатырь» появилось в русских летописях в XIII веке. Его связывали со словом «бог» и прилагательным «богат», поскольку они имели один и тот же корень. Богатырь – это человек, наделенный божественным изобилием сил. Богатыри превосходят врага не оружием, не физической силой, а силой нравственной. Они побеждают врага потому, что борются за правду. Они убеждены в правоте своего дела, верят в победу даже тогда, когда нет видимой надежды на успех. До после Галия состоял в княжеской дружине. Он прославился своими многочисленными подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы с врагами Отечества. Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении к ротости Ильи Муромца. Он никогда не превозносил себя о его величавом спокойствии и мире душевном. Получив в одном из боев неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время так поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духовным. Отсутствие в Киево-Печерском патрике жития преподобного Ильи дает нам основание предположить, что его постриг пришелся на время игуменства преподобного поликарпа Печерского с 1164 по 1182 годы. Скончался Илья Муромец примерно в 1188 году. Ему было 45 лет. Его мощи находятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Православные люди до ныне чтут память этого святого богатыря. Его именем названы самолеты, пароходы, ледоколы. В городе Муроме на высоком берегу Аки стоит величественный памятник. Стихи и поэмы о нем писали Карамзин, Толстой, Никитин, а художник Воснецов увековечил память о нем в картине «Богатыри». К лику святых преподобный Илья Муромец был причислен в 1643 году в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры. Его память совершается 1 января по новому стилю. Более восьми столетий горит лампада в изголовье гробницы великого богатыря в Киево-Печерской лавре. Как и прежде, благословляет он начало каждого Нового года, и все православные люди особо чтут день его памяти – 1 января. Украинская православная церковь учредила орден преподобного Ильи Муромца, которым награждаются священнослужители и миряне, отличившиеся жертвенным служением Богу и Отечеству. Анна Регульская, Марина Балякова, информационное бюро программы «Семица», Днепр. В преддверии Нового года в Одессе впервые прошел грандиозный праздник одновременно для воспитанников детских домов, приютов и интернатов, а также для детей из многодетных семей, семей переселенцев и участников боевых действий. Гостями яркого торжества стали более тысячи детей из разных районов Одесского региона. Организаторы подготовили для ребят обширную концертную программу, яркое театрализованное действие и сладкие подарки. Инициаторами мероприятия выступили Одесский областной совет мира и Одесская епархия. В выставочном комплексе морского вокзала Южной столицы, где развернулось торжество, побывала Наталья Марчук. Морской вокзал Южной столицы в преддверии Нового года превратился в веселый остров счастливого детства. Около тысячи детей из многодетных и малоимущих семей, семей переселенцев и участников боевых действий, а также воспитанники детских домов, приютов и интернатов в Одесской области стали участниками яркого, красочного торжества. Праздник такого масштаба в Южной столице проводится впервые. Инициаторами проекта выступили Одесский областной совет мира и Одесская епархия. Для нас это первый такой большой этап, чтобы пригласить всех, максимально все районы области Одесской. Это все-таки тысячу детей. И организованы подарки для них обязательно. И самое главное – это праздничные мероприятия. Организаторы приготовили для ребят разнообразную праздничную программу. На большой сцене выступили песенные и танцевальные коллективы. Веселые клоуны подарили детям хорошее настроение. Лицом в салу поверитесь. Я понял, вы надо мной издеваетесь. Девушки отдыхают! И в особенности для социально незащищенных детей. Сегодня такая возможность есть, и многие проекты, которые осуществляются совместно с церковью, они все направлены для того, чтобы не только наши дети, те, которые в наших семьях, но и те, которые лишены всякой возможности получить опеку, какую-то заботу, чтобы и они в этот день были максимально обласканы нашим вниманием. Также отец Павел отметил, что благотворить не так уж и трудно, и помнить о тех, кому нелегко, нужно всегда. Не просто нужно творить добро, а нужно быть добрым человеком всегда, везде и повсюду, не только в празднике. Видимо, нуждует чью-то, не должны ждать какой-то акции или какого-то религиозного праздника. По мере своих сил всегда участвуйте в жизни других людей, нуждающихся в нашей поддержке и помощи. По завершении праздника ребят ждал еще один сюрприз. Какой же Новый год без подарков? Каждый ребенок получил сладости и фрукты. Наталья Марчук, Игорь Петров. Информационное бюро программы «Седмица. Одесса». В пределе Рождества в Киеве стартовала благотворительная рождественская акция «Былины Древнего Киева». Благодаря паломническому центру Украинской Православной Церкви 250 сирот, детей из магазинных семей и воспитанников детских домов смогут поклониться мощам печерских святых и посетить исторические памятники столицы. Такие путешествия для детей паломнический центр устраивает уже не впервые. В этом году маленькие паломники будут знакомиться с ранней христианской историей. Для того, чтобы поездка была интересна, тематически ее выстроили вокруг древних преданий «Былин». Маршрут получил соответствующее название «Былины Древнего Киева». Во все маршруты включена обзорная экскурсия по городу с посещением Старокиевской и Замковой гор и прогулка по Андреевскому спуску. Дети побывают также в парке «Киевская Русь», который находится в 40 километрах от столицы. Там на огромной территории, практически в масштабе один к одному, воссоздан культурный и архитектурный образ Киева времен князя Владимира. Но главное впечатление – посещение Киева Печерской Лавры и ближних пещер. Там почивают мощи святого преподобного Ильи Муромца и других преподобных печерских святых, некоторые из которых тоже стали героями «Былинных рассказов». Далее о публикациях, которые на этой неделе разместили православный сайт «Интернет-обзор» вашему вниманию. Здравствуйте! На этой неделе мы предлагаем вам обратить внимание на следующие публикации. Встречать ли Новый год? Наступает Новый год и следующие за этим праздником продолжительные выходные. К сожалению, в это время вся страна без меры пьет и ест, и единственным отвлечением от застолья для многих становится просмотр всевозможных шоу по телевизору. Почему для нецерковных людей новогодние праздники столь важны и как появился обычай отмечать эту дату? Небольшой исторический экскурс предлагают совершить журналисты волонтерского сайта «Молодость неравнодушна». Библия против боли, когда мы теряем близких. Все в этой жизни имеет начало и имеет конец. Это закон, которому подчиняется все в нашей вселенной. Но мы, когда теряем близких людей, мы испытываем горе и погружаемся в страдания. Затем приходят мысли, как жить дальше. Как в этой ситуации может помочь книга книг «Библия»? Ответ на этот вопрос поможет найти публикация, которую разместил публицистический портал «Протоинфо». Кто такая Ванга? Вопрос отношения церкви к прорицательнице Ванги до сих пор волнует общество. Кем она была? От кого получила свой дар? До сих пор есть люди, называющие Вангу святой, прорицательницей, ясновидящей, сравнивающей ее с блаженной Матроной Московской и не понимающие, почему церковь признала Вангу ведьмой. Они спрашивают, что плохого сделала эта женщина, помогавшая стольким людям. Кто же прав? С подробностями этой темы предлагает ознакомиться независимый интернет-журнал «Православие.ФМ». Неуместное поведение в соцсети во время трагедии. Гибель российского самолета, направлявшегося в Сирию, была пережита многими людьми как личная трагедия. Большинство из них знали и любили и музыкантов, и журналистов, и особенно знаменитую благотворительницу доктора Лизу. Сейчас много говорят о жизненном пути погибших о достойно прожитых жизнях, которые завершились таким трагическим образом. Но в социальных сетях наряду с искренними соболезнованиями возникла тема злорадства и насмеш. Отчего появляется такое отвратительное поведение? Как можно противостоять негативному потоку? И можно ли отождествлять те или иные соцгруппы с наиболее дурными ее представителями? В этом разбирали журналисты портала «Православная жизнь». Таблеток для смелости не бывает. Как защитить ребенка от грубого поведения учителя? И что делать, если ребенка обижают одноклассники? На вопрос о том, как научить подростков смелости, уверенности и умению постоять за себя, отвечают профессиональные психологи, а также тренер по вольной борьбе, отец твоих детей Рудик Григорян. Интервью разместил сайт «Отцовский клуб». Чем знаменита собака, для которой Сталин отдал свою шинель? Среди четвероногих миноискателей, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, были те, чьи имена вошли в историю. В Центральном государственном архиве Министерства обороны хранятся документы, рассказывающие о боевом пути миноразыскной собаки по кличке Джульбарс, служившей в составе 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Он был награжден медалью за боевые заслуги и удостоен чести быть пронесенным по Красной площади во время парада «Победы» в Москве в 45-м году в шинели Иосифа Сталина. Подробности этой удивительной истории вы можете прочитать на сайте «Православный собеседник». Узнавайся больше нового, а с очередными интересными публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю. В эфире новогодний выпуск «Седмицы» и далее вы узнаете. Подарки своими руками в Киевской галерее «Соборная» состоялся семейный проект «Рождественская сказка». Животные – часть этого мира, который Господь доверил человеку. Умеем ли мы заботиться о них? В интернете появился сайт для виртуальных путешествий на Святую Гору Афон. Будучи спасенным человеком, животное доверяет ему безоговорочно. Каждый человек для него становится олицетворением добра и заботы. Эта птица совершенно не боится людей, говорят севастопольцы о сороке по имени Ася. Выпавшего из гнезда птенца выходили, научили летать и отпустили. Но сорока не захотела оставлять своих спасителей и решила остаться среди людей, чтобы научить их чему, выясняла Светлана Карташова. Мы пришли к Асе. Ася – это необычная жительница одной из севастопольских квартир. Она – сорока. Здравствуй, Ася. Она упала с гнезда, там с полотана. Дети звонят, мама – сорочонок, тут кошки. Говорят, ну, везите домой. И вот уже пошел восьмой месяц в семье Натальи, которая учила птенца и кушать, и летать. Заточение в клетке не грозило. Сороку выпустили, когда она набрала сил. Вот только покидать своих спасителей Ася не планировала. Возвращается, да, каждую ночь. Если вот погода плохая, то тоже сидит дома, не вылетает в дождь. Расхожее мнение, что сороки-воровки – неверно. Они просто любознательны. Кто знает, что эта птица имеет интеллект, который может сравниться только с самыми сообразительными обезьянами, и что у сорок очень сильно развита область мозга, отвечающая за сложные познавательные задачи. Семья Натальи теперь это знает. Когда Ася заговорила, все сомнения отпали. Сорока – очень сообразительная птичка. Ася, Асечка, Аська, а-ха-ха, брысь. Ася, 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 да, Ася. Летает, где-то что-то прячет, приносит, ее все подкармливают, то сырочка принесет. Эту вещь Ася принесла в клювике. В маленьком клювике – большую вещь. Ася возьмет с собой кусочек чего-то, вылетает, там, кормит подружек, наверное, а потом на рынок. Там кто ее виноградинкой накормит, кто тоже мясо очепнет, кусочек рыбки. Она прилетает к нам. Тут есть хурму, и у бабушек она ворует орехи. Сто процентов. Она прям в нагло, они ей кычкают, а она все равно прилетает, садится и трескает эти орехи. Нужно делиться надо. Точно, наверное, надо делиться. На ближайшем рынке в соседних барах ее знают везде. Ася, она же Жека, она же Оззи, она же Каркуша. С пустым клювом она не улетает. Тут залетает очень часто, довольно-таки часто. Она любит у нас погулять по балкону, ее посетители некоторые тоже любят. Со спортзала ее тоже обожают. Любят потягать вещи и поворовать немножко сигарет. Вот, честно, сигарет она любит. Ну, потому что вредно терение, она забирает. Я верю, я верю, да. Мы ее за это, за заботу о нашем здоровье подкармливаем. Она прилетает одна? У нее с другом. Вот сейчас в последнее время начала появляться с другом. Вот, мы их не умеем различать, и поэтому мы их называем просто Женя и Женя. И это так. Смышленая Ася покорила сердца многих, в том числе и Евгения. Удивительное дело. И хозяева, да вот и я тоже, все боятся, как бы ей зло не причинили. И ведь были попытки, ее и вывозили уже, и прятали. Какая-то женщина увидела, что она ручная, и говорит слова, а стал ее в сумку там запихивать. Ну, это ужас просто. Поэтому, дорогие друзья, севастопольцы, давайте соответствовать тому званию человек, коим нас считают наши братья меньше. Давайте оправдаем их видение нас как людей. Вот так. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым. Продолжается рождественский пост. Время духовной подготовки, внутренней тишины и добрых дел. В Киевской галерее «Соборная» организовали семейный проект «Рождественская сказка». На чем трудились его участники, узнавали наши корреспонденты. Вы знаете, как рождается сказка. Заходите, сейчас увидим. Уютная комната, дружеская компания и теплая атмосфера. Здесь творят сказочные мастера. А на самом деле умельцы и начинающие кукольного дела. Все, кто захотел создать героев рождественской истории. Рождественская сказка. Именно так называется семейный проект, стартовавший в Киевской галерее «Соборная». Мое желание было возродить традиции. Вот этих зимних, вечерних посиделок, когда люди встречались. Вся работа сделана, все, уже можно отдыхать. И вот они встречались, вышивали, шили, рукодельничали, пели песни. А перед Рождеством шили вертеп. Очень часто бывало такое, что в доме хранились куклы, которые были сделаны именно вот этот вот предрождественский период. И я очень хочу возродить эту традицию. На запланированных 12 встречах участники должны были сшить всех героев вертепа. А в конце они покажут рождественскую историю, созданными собственными руками куклами на фестивале «Вифлеемская звезда». Ну и, конечно, в семейном кругу. Чтобы создать такую красоту, говорит мастерица кукольного дела, необходимо лишь желание. И собственный шедевр непременно получится у всех без исключения. Начинали с малого, вот с такой овечки. А сегодня трудятся над Осликом. В работе только натуральные материалы. Именно они передают тепло человеческих рук и тепло души. Я ощущаю тепло. Не только физическое, но очень душевное тепло и уют. И как будто в детство возвращаешься. Маленький такой, рядом родные, все близкие. И тебе так хорошо, улица холодно, там, юга, зима, слягать. А ты сидишь, вот ты вот делаешь игрушку. Такую теплую, теплую, теплую ляльку. Очень, очень приятно. Такая теплая предрождественская атмосфера находит отклик в душах участников. Люди хотят привнести что-то и от себя. Анна, например, находит истории, песни о героях вертепа. Мастер-классов ждала с нетерпением. Эти семейные встречи стали для участников лучшим досугом в дни поста. Это моя мечта, внутренняя потребность. Такой проект, который совмещает вот два моих таких вот намерения. С одной стороны, куклы делать, с другой стороны, подготовка к Рождеству вот так изо дня в день. Это вот удивительное такое совпадение вот в пространстве. Сегодня в магазинах большой выбор разнообразных новогодних и рождественских украшений на любой вкус. Но кукла, сделанная своими руками, будет радовать по-особому, станет настоящей семейной реликвией. А время, проведенное в таком творчестве, в размышлениях о чуде Рождества, непременно подарит радость. Здесь будет важна не сколько денег вы заплатили, а сколько души вложили в эту игрушку, которую вы сделали. Может быть, она будет не так хороша, как покупная, но более душевная, более приятная и, наверное, более теплая, чем покупная, сделанная массово. Те встречи, которые здесь проходят, они помогают оставить вот эту вот всю эту, отключить немножко, ограничить и насладиться тем моментом и тем, что происходит вот прямо сейчас. То есть попробовать прожить жизнь по-настоящему в этот момент. Это, наверное, одна из основных задач, почему мы решили проводить такие встречи. Я задумывалась о них. Ну и создать сказку у себя дома. И эта сказка будет жить в домах кукольных мастеров долго-долго. Сергей Плотницкий, Наталья Дробяско, город Киев. В интернете начал свою работу уникальный проект, который предлагает своим посетителям совершить бесплатные виртуальные экскурсии по святой горе Афон. Благодаря новому ресурсу теперь каждый желающий сможет осмотреть главные святыни Афона в режиме 360 градусов на основе панорамных сферических фотографий. Как подчеркивают авторы проекта, теперь совершить паломничество к этому священному месту могут и женщины. На сайте опубликована информация обо всех афонских монастырях, скитах и кельях. Также там опубликованы фотографии, исторические справки. Причем авторы проекта надеются на то, что сайт будет постоянно пополняться новыми снимками и статьями. При этом проект не является замкнутым, так как его создатели предоставляют возможность и самим пользователям пополнять его собственными фотоработами с видами святой горы. Сайт доступен на трех языках – русском, английском и греческом. Завершая наш праздничный выпуск, наш коллектив поздравляет вас с наступающим праздником Рождества Христова. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как новогодний праздник, а сердца также полны света и любви, как эти предрождественские дни. Подарков, улыбок и добрых дел. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова